Уже начинает выпадать снег, лужи замерзают, температура падает ниже нуля, а игра Pokemon Go в России так официально и не вышла. Может хоть зимой релизнут? На 30-ти градусном морозе бегать по улице за покемонами вроде то, что надо. Ажиотаж вокруг Pokemon Go сошёл на нет, сейчас популярны уже совсем другие фантастические твари. Так зачем же мне выпускать видео о покемонах в такой не-хайповый момент? Хм, и правда. Всем пока. Пока в Pokemon Go доступен лишь 151 покемончик, их реальная численность уже превышает отметку в семь сотен. Весь мир наслаждается новой игрой Pokemon Sun & Moon, до сих пор актуален аниме-сериал, карточная игра, но в России с этим как-то не очень срослось. Тут проблемы с покемонами ещё с 2001 года, когда показ сериала на первом канале просто взяли и без объяснения причин обрубили. С тех пор прошло 15 лет о карманных монстров, у нас всё ещё боятся аки-демонов. Но оправдывают ли покемоны своё имя? Ведь при словосочетании «карманные монстры» на ум приходят отнюдь не жуткие дьявольские чудища. Могут ли эти мифические зверюшки хоть кого-то напугать? Вот, только гляньте на этого носопыра. Драузи. Человекоподобный психический покемон. Эта хоботня питается человеческими снами. Если во сне у вас зачесался нос, значит, скорее всего, прямо над вашей кроватью стоит Драузи и через ваши ноздри пытается съесть сновидение. Эта жуткая хрень реально написана в Покедексе. В Покедексе вообще лучше не заглядывать, сон будет крепче. А чем крепче сон, тем он калорийней. Если вам приснился хороший сон, но вы не можете его вспомнить, значит, скорее всего, его сожрал Драузи. Отлично, спасибо! После этих строчек у меня теперь точно не будет хорошего сна. Он помнит каждый съеденный сон. Он редко пожирает сновидения взрослых, ведь у детей они намного вкуснее. Эм, кажется, я знаю, какой любимый покемон у этих ублюдков. Впрочем, эволюция Драузи тоже может им приглянуться. Гипно не только пожирает сны, но еще и усыпляет людей гипнозом. Кашпировский, блин. Мне не нужно, чтобы вы стали гипно-наркоманами. Если он проголодался, то усыпляет людей и пожирает их сновидения. Причем его тоже тянет на детей. В игре Pokemon FireRed и LeafGreen этот засранец практически похищает маленькую девочку в глухом лесу. Очевидно, чтобы усыпить ее и как следует подкрепиться. Образы Драузи и Гипна основаны на мифическом пожирателе снов из японского фольклора — Баку. Только вот, судя по той инфе, что я о нем нарыл, даже этот демон безобиднее покемонов, так как в основном избавляет людей от кошмаров, предпочитая питаться плохими сновидениями. Жаль, что нас от кошмаров никто не избавит. И это мы только двоих покемонов пока рассмотрели. Идем дальше. Следующий мерзкий монстр скрывается под облачением, похожим на Пикачу. Ой, не та картинка. Вот, другое дело. Это покемон из новой игры. Зовут его Мимикью. И, как вы уже могли заметить, он очень пытается быть похожим на Пикачу. Мимикью делает себя похожим на Пикачу в связи с ростом популярности товаров в стиле Пикачу около 20 лет назад. На самом деле, этот покемон ужасно одинок. Он решил, что сможет стать друзьями с людьми, только если он выглядит как Пикачу. Как это трогательно, да? Такой милах, дитя мейнстрима и поп-культуры в форме покемончика. Мимикью прячется всю жизнь, целиком накрываясь тканью. Люди верят, что тот, кто увидит его настоящую форму под тканью, заболеет загадочной болезнью. Что за болезнь, непонятно. Может, Эбола, может, Спид, но это не важно. Что создатели хотели сказать, добавив такого покемона? Скорее всего, то, что малобюджетный косплей — это круто. Взглянем на ещё одного нового покемона — Саландит. На вид просто ядовитая ящурка, но не всё так просто. Женские особи Саландита выделяют не только токсичные газы, а также феромоны, которые привлекают все разновидности мужских особей, включая покемонов и людей. Вдыхание этих феромонов может привести к подчинению противника воле Саландита. Феромоны! Интересное слово, не правда ли? Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Как известно, основная функция феромонов — это побуждение к спариванию. Что ж, на этом, пожалуй, обсуждение Саландита и закроем, потому что всё это уже звучит довольно мерзко. Скажу лишь одно — если бы этот покемон был собакой, то у Панина было бы отличное алиби. Вернёмся к классическим покам. Кубоун — динозаврик с черепом на голове. Но вы в курсе, что этот череп принадлежит его погибшей матери? Это, опять же, официальная инфа из Покедекса. Кубоун носит череп своей усопшей матери. Говорят, что когда ему одиноко, он громко плачет. Трагично. Только вот не совсем понятно, кто же его мать и что за покемон скрывается под маской. Нигде это толком не объясняется. Ведь получается, чтобы стать Кубоуном, покемон должен лишиться матери, и при этом у него должен быть доступ к её трупу, чтобы сделать из черепа маску. Есть несколько правдоподобных теорий относительно происхождения Кубоуна. Настало время жутких теорем на канале Сыендук. Первая версия. Назовём её полу-официальной. В аниме Pokémon Origins в качестве погибшей матери Кубоуна представлена его же эволюционная форма – моровак. Но мороваками просто так не рождаются. Для такой эволюции голова Кубоуна постепенно должна срастись с черепом мёртвой матери. Суть в том, что Кубоун просто не может существовать, если его мать жива. иначе это уже не Кубоун. И хоть в аниме причиной смерти Маравака выставили действия команды R, банальная логика подсказывает, что во время родов Мараваки обречены на гибель, а малышей Кубоунов не ждет ничего, кроме одиночества и повторения судьбы матери. Единственный парадокс заключается во всем известной проблеме курицы и яйца. Кто же все-таки появился раньше, Кубоун или Маравак? Вторая версия. Кубоун — это лишенный матери Чермандер. Череп похож на голову Черезарда, а отсутствие огненных способностей объясняется тем, что пламя погасло из-за бесконечного потока слез осиротевшего Чермандера. Ну и третья версия. Кубоун — дитя убитого Кангасхана. Альтернативная эволюция. Очевидно, что детеныш Кангасхана должен быть очень сильно привязан к матери. Именно поэтому переживания от потери ему настолько тяжело даются, что он превращается в Кубоуна. Без опеки он не вырастает до размеров взрослого Кангасхана, оставаясь на уровне среднестатистического покемона. На мой взгляд, такая версия наиболее реалистична. А что думаете вы? Пишите в комментики, неадайсу! Плавно перескочив на тему смерти, нельзя не упомянуть еще нескольких покемонов. Лампэнд. Не такой уж он и ламповый, как может показаться. Единственный путь, который этот чертила вам поможет осветить, это путь на тот свет. Души, которые он поглощает, питают его пламя. Покемон обитает рядом с больницами в ожидании скорой кончины людей. Нормально так, блин. Лежишь, значит, тебе в больнице с переломом пальчика на ноге. Врачи уверяют, что все будет хорошо, да и сам вроде спокоен. Как тут? Видишь в окне этого пи***ца. И понимаешь, что тебе может быть все-таки пи***ает. Переживание и самовнушение тупо берешь и дохнешь. Отличный покемон. Он появляется в момент смерти и забирает из тела душу. Не, ну серьезно, какого хрена он настолько лютый? Это ж покемоны или что? Мир покемонов на самом деле довольно опасен. В особенности для детей. Посудите сами. Повсюду гипнопедофилы, садомиты, то есть сландиты. Покемон по колякухе Бонетт вообще живет лишь с одной целью. Кровавая месть своему бывшему хозяину. Видите ли, дело в том, что Бонетт это ожившая выброшенная детская игрушка, одержимая Вендеттой. Похожие на кактусы как труны охотятся на людей стаями, окружая уставшего путника в пустыне. Есть еще покемон, похожий на воздушный шарик, Дрифлун, который на самом деле призрак, похищающий детей. А пропавшие без вести дети, в свою очередь, после смерти в лесу тоже превращаются в стрёмных покемонов. Фантампов. Вообще, после смерти в этом мире у вас тупо нет выбора, кроме как превратиться в страдающего покемона, даже если вас нормально похоронят. Я Маск. Покемон дух похороненных людей. Каждый из них хранит воспоминания о своей прошлой жизни и носит маску, бывшую их лицом, когда они были людьми. Иногда они смотрят на нее и плачут. Каково это жить в мире, где нет даже намека на религию с раем или адом? Где все уже и так предрешено. После смерти ты навеки станешь несчастным покемоном. Этот вопрос не то, чтобы риторический. Несмотря на всю эту жесть, дети тут уже в возрасте 8 лет отправляются в кругосветные путешествия на поиски новых карманных монстров и все такое. Видать, они в сотню раз умнее и развитее, чем мы. Впрочем, один год во вселенной покемонов вполне может длиться как 10 лет в нашей вселенной. Мульт про покемонов идет уже больше 10 лет, а главный герой Эш не то, что не стареет. В новом сезоне он только-только пойдет в школу. Хэ. Ладно, всем пока, не ссыте там, короче. Держите вот ободряющую песенку на прощание. Услыхав судьбы призыв, не трусь пока ты жив, ведь когда ты будешь мертв, тебя ничто не ждет. Феромон, посильней вдохни, не боись. Расслабь свои булочки. У-у-у, приятель мой, моя жизнь сплошная боль. Ставь лайк, делись видео с друзьями и подписывайся на канал. Если уже подписан, то нажми на колокольчик, чтобы смотреть новые видосики самым первым. В описании также есть ссылочки на группу ВКонтакте, Твиттер и прочие прелести. Низкий поклон вам, всего вам наилучшего, будьте здоровы, счастливы и сыты. А на этом у меня все. Чем же вас порадует канал Сындук в следующий раз? Что ж, есть лишь один способ узнать. Увидимся в следующем видосике. Да, я сейчас тяну время, чтобы ролик длился 10 минут. А что, вы думаете так просто заполнить подобную продолжительность осмысленным контентом? Не я устанавливаю правила, ютубчик. Мне приходится лишь по ним играть, так что уж не обессудьте. Окей? Окей, вы все еще здесь? Ничего себе, вот это было неожиданно. Ладно, на этом точно все. До свидули.